Все? Подними кепку-то, Коля. Будет валяться, не поднимешь. Господи, слава Тебе! За молитвы Святых Отец Наши, Господи Иисусе Христе, Своей Божьей, подниму ногам. Идет нищие насыщаться, и восхвалят Господа, взыскающий Его. Жива будет создать век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веково. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, блажа Твоей. За молитвы Пресчистой Матери Всех Святых. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, милостью будем и грешим. Создав имя Господи, помилуй меня. И грешу славясь и грешил, Господи, прости, и грешу помилуй и благослови. Вот что сегодня было необычное намечено. У нас все выполнилось. Ну, кое-где замедление было. Вот утром собраться на молитву. Мы один раз только собираться будем. В субботу, перед крещением. Хорошо запомните. Меня не бойтесь, или что-то мы положили в начало. Переформатировали то, что было в лагере. Прекрасно мы там побыли. Второе. На луне природы. Там, на холме. Пообедали как хотели, увезли. Это помогла нам наша Газель. Удобно в ней все составили. А в такой машине, я думал, тут и не вошло бы. Ну, то есть, все получилось, как теперь только уже оборачиваешься назад, и как будто этого и не было. Память. В Священном Писании для памяти Господь многое оставлял. Я уже говорил, какие предметы, какие события были, как они праздник устанавливали. Было событие такое, когда злодей Аман решил уничтожить весь израильский народ еврейский. И как Господь его посрамил через Мордохей и Испирь. И они постановили это. Она была царицей. Праздновать ежегодно. И по сегодняшний день они празднуют. Ну, как празднуют. Но отмечали и благодарили Бога. Бог спас. Печеньем ушками. И продают уши Амана. Уши Амана. А мы-то чем лучше. Вот Пасха. Что означает Пасха? Ну, яйцо как будто бы жизнь. Ну, какая жизнь когда сваренная? Жизнь в воскресенье в сыром яйце, но не в мертвом. У нас все перепутано, да? Красит химической краской. Она через кожуру проникает в человека. А что такое вот эта Пасха? Это гроб. Гроб Господний. Ну, мы-то гробоеды тоже. Ну, надо хоть маленько-то думать, что назначали и какое памятование. А как памятование? Иоанн Златоуст говорит, что лучшее празднование святому это подражание его жизни. Все понятно. Ведь у нас сколько вот. Двери сегодня открывать не надо. Батюшка сказал не открывать. Я спрашиваю, а почему? Свечи гаснут, ты здорово живешь. Мы задыхаемся и свечи. Это же 40 человек в духоте. Потому что зимой там как раз это достаточно. А тут воздух не растворен. Закрыты. Горят свечи, ничего подобного. Двери открыты. Одна погасла из 8 свечей. 7, которые напереди были. А там погасла та, где ветер идет по стенке, ударяет на улицу. Я посмотрел, ничего особенного и нету. Ну, батюшка два раза прошел. Видимо, он сам-то задыхается. Ему надо молоко пить от вредности. Раньше сварщикам давали. Кто-то провел анализ. В алтаре какая задымленность. Так это ужасно. Ков кузнецы. А нужно ли это? Выступает такой священник Владимир Головин. Из города Болгар. И объясняет, что означает свечи. Он говорит, ничего не обозначает. А какая от них польза? Ну, польза тем, кто их продает. И польза тем, кто иконы оттирает. Им платят за это. Больше, говорит, ничего в этом нет. Ну и так понятно. Вы свет миру. У нас положено. Они есть свечи. Будут и... Неплохо напоминает. Но не надо вовлекаться этим. Я сегодня гляжу у нас. Серафима Гаврила. Она сильно к этому привязана. Коврик под батюшку надо постелить. Маленький. Кто-то стоит. Она так смело его оттолкнула. Наши девчонки покачнулись. Коврик расстелила. А батюшка остановился. А этот... Букарашки они отползут. Забота-то ее взяла. Я гляжу вот на это на все. Люди не любят коврик. И надо этот коврик. Ну... Не настолько же надо, как мы думаем. Главное в нашей жизни в христианстве это Христос. 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 И для Христа нужно все делать. Вот сегодня я вывел ребятишек. Но вижу томятся. Я-то не слышу. А они слышат и еще больше не понимают, чем я. Ну и я им занятие дал. О чем было? О послушании. О послушании. О послушании Богу. Святой Библии. Родителям. Учителям. Которые учат по Слову Божию. За короткой промежуток времени они столько примеров услышали. А это-то все должно было быть. Я знаю. Когда выходили ребятишки. Ну ходят там. Шлепают ногами. Батюшка сделал замещание. Я тут. А вы тут. Ну батюшка. Ну это ребятишки. Я им показываю тише. Ну они рады выскочить. А когда идут. Ясно дело. Отяжелели. Еще больше хлопают. Ну маленько-то. Как-то снизойти надо. Вот сегодня у нас обед был. Ну правильно. Надо помогать. Ну не так. Подкочил. Схватил. Нарезанный хлеб. Вот именно здесь весь развалился. Трудь его дует. Ешьте козлы. Ну что это. Парнишка то не хотел это. Это привычка. Вот это хохотание. А оно где-то себя проявит. Вот оно и проявило себя здесь. Саженое где-то стоит. Она чистая кастрюля. Я показываю. А там пальцем провел. Два дня отмывать надо палец. Она чистая. Пешку затопили. Весь огонь горит здесь. Кладку то сделали. Разгорелась. И сразу толкай в конец пищи. Она не прогревается. Потому что полметра до. Надо еще вперед продвинуть. Но такие мелочи отдельные. Они. Я сегодня огорчил одного человека. То ли просить прощения. То ли нет. Сестры ушли. Я попутно пришел. Они как ласточки. Вы селись на этих. На жердях. А чего они в бане. А там один человек. Как один человек. И всех заблокировал. Я туда стунулся. А человек одевается. Уж не говорю кто. Ну я налетел на него. Как коршун на сыпленка. Ты что ж тут делаешь. Там девчонки сидят. Им надо идти уже туда. Вот лишнее сказал. Ну подвинул. А там воды нету. Так вы раз. Маленько то. Смотрите какая вода. Маленько плеснул. Горячий. Главное грязь смыл. А теперь. Мой уже более чисто. Ну льют. Как будто бы это в бане. Где вода течет. Но ясное дело. Воду нагревать. Он нагревает. Нагревает. Пока нагреется. Уже. Больше полчаса прошло. Вы маленько смотрите на других. А не так. Сел за стол. Вот у нас был один гость. Приехал. Ну батюшка купил помидоры. Небольшие помидоры. Ну и село семь гостей. Со всех нам было там. Допустим десять помидоров. Десять гостей. И один из них. Близко знакомый. Он так берет. Не жуя ничего. Помидор в рот. Губы зажало. Там его. Уже жует. Маленько гляжу. Он берет. Второй помидор. Рот разил. Кинул. Обычно откусываешь. Нет. Второй помидор. Третий. Ну явное дело. Что двое уже не получат. А гости то разные. Ну я к нему. Я обратился. Я говорю. Ты маленько гляди. Еще не все. Батюшка на меня насел. Напустился. А ты все это. Ну батюшка. Ну не справедливо же это. Батюшка достал сыр. Сыр какой-то голландский. Хороший. Нарезал точно так же. Пластиками. Ну 15 человек. Ну по одному. Все понятно. Правильно. Батюшка один. Вместо хлеба берет кусочки сыра. И ест закусы. Второй кусочек. Третий. Ну если я там есть. Ясное дело. Что я не промолчу. Я сделал. А батюшка по прежнему. Меня опять же откнул. А я не могу молчать. Потому что это не справедливо. Суп едят с хлебом. Сыр дали там на третий. Или куда-то. Он лопает. Отец сидит смотрит и ничего не говорит. А почему? Так воспитаны. И вот эта тонкость и чувство. Когда обижают другого. Не понимают. У нас есть такие хлопцы. Они вообще не понимают. Обидел. Толкнул. Бросил. Ударил. Для него это ничего не значит. Вот здесь сейчас зашли. Трое захватил. Вот в этом прихожке. И балуются. Здесь не надо баловаться. Вы не отдыхаете. Для вас это не предназначено. А зачем вы оккупировали здесь место-то? И уже борьба. Матрасы мои летят. Я все. Пришел лишний совсем. Но вы не смотрите, что я дохлый такой. Я еще могу поправиться с вами-то. Хотя бы с тремя, с четырьмя. Присели. Не только раз. Присели. Значит, помните, послушание с заповедем Божьим. Это наиважнейшее. Мы были сейчас в храме. Поняли, не поняли. Там надо... Вот вы, новенькие кто, покупаете молитвослово. Есть перевод на русском языке в интернете. Но нам еще нельзя сделать больше. Но мы пошли таким путем. Библейское. Псалтырь у нас считается на русском. Евангелие на русском. Паримия и ветхозаветные чтения на русском. Послание на русском. Больше половины службы у нас на русском. Но служба на церковном славянском. И приезжает митрополит. Он ничего не говорит. Мы нашли грань, за которую заходить нельзя. Там беда. Когда мы начали просить дать нам библейское по-русски, наш епископ, он вам дает какой палец. По локоть руку отхватите. А я сказал, нет, мы не такие. Мы терпеливо ждали три года. Он запретил говорить о русском языке. И мы три года сопели, молчали, молились. А через три года 23 мая пришло. И мы сразу повесили владыка. Мы начинаем по-русски. И он промолчал. А потом случилось невероятно. Этот епископ сам стал переводить на русский язык какие-то каноны. А священники против него забунтовали. Там покойников отпевать. Батюшка пришел. Попы сидят на лавочке. А один архиерей служит. А что? А он по-русски. Сам переводит. А потом считая одним писателем. И как это братьям Лапкиным так удалось епископа обломать. Епископа обломать. Он понял. Понял, что надо, чтобы было доступно для понимания. Лучше пять слов на родном языке, чем десять тысяч. Ну, пять рублей и десять тысяч. Разница же большая. Да кто лучше? Чтобы люди понимали. У нас сегодня почти кое с кем прощание уже идет. Завтра кто собирается домой ехать? Все. Опустела наполовину. А мы вот с кем ехали? Ну, вот посмотрите. Кого-то может где-то. Можно кого-то взять. Дальше обсудить я не знаю. Нам, конечно, жалко отпускать вас. Мы, знаете, как быстро здесь сравнились. Все у нас понятно. Все в общее. Мы будем молиться. Может быть приедете еще нынче? Нет? Там будет. Хорошо у нас. А надо ли их увозить? Еще целый месяц. Полтора почти месяца. Даже больше. Если здесь будет Марина и тут с ней готовить. Нам нужды нет. До 28 августа свободно. А чего они там дома будут? Музыки им хватает здесь. Я бы вам не советовал уезжать. Попросите у своего папаньки. Скажи так. Мы приедем там. Сколько? Побудем несколько дней. Да вернемся как мама. У нас эти были. Потому что целая зима впереди. Все оббудут. Явно домой бегут. Ну все. Давайте заходить. Ах. Все. Угрузите. Вот. Была приедем. Шапка. Вот. Упора придумали. Не охватите стол. Будьте аккуратны. Смотрите, как я смотрю, причины сколько. Тихо-тихо, ребята, все, прекратили. Подождите, сейчас позаду. Я пока мух покупаю. Значит, надо сегодня пойти, вам будет, Володин. Сегодня Володин делает, слышь, тележки или как ввести. Жертвы, привязать веревочками, где клещей не будет. И там, в этой башке в воде. Мирса не будет. Там нельзя делать. Просто я его не знаю. Господи, 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 поди туда. Аминь. Спасал Божий. Давай. Подожди к тебе перезаю. Пощай. 1,5,5,5,5,5. Кто-то. Что-то. Что-то. Подожди. Это длиней шею было. А если короткий. Вырос. Вырос. Не забывайте чашку слева, вставьте туда.